Доброго всем! В ремонт поступила головка блока цилиндров Ford Escape. Точнее клиент привез ГБЦ для удаления остатков свечи. Дело в том, что после приобретения автомобиля новый владелец решил заменить старые свечи, которые, по словам бывшего владельца, не менялись уже очень давно. В памяти у последнего не отложилось даже когда. Замена вышла не совсем удачной. Как видим, в головке остались резьбы двух свечей, которые клиент не смог извлечь и при помощи экстрактора. И один остаток свечи с экстрактором внутри, который по ходу пьесы попросту сломался. Но это самая малая беда, которая могла произойти. Перед началом работы я измерил разрешение в коллекторах. На впуске только в одном цилиндре компрессия есть. На выпуске практически то же самое. Дело в том, что, по словам клиента, машина работала идеально. В принципе, он просил лишь извлечь остатки свечи. Потом он бы поставил новые и поехал дальше. Однако, когда я увидел, что есть непонятные проблемы, предложил все же разобрать головку, и в принципе, это меня реально спасло от конфликтной ситуации. Вы поймете сейчас, о чем я. И так, по итогу станочного извлечения остатков работы владельца ГБЦ, я почистил и помыл головку с кем-средством, и моему взору открылась просто беда. Пока я рассказываю, мы пытаемся аккуратно и без лишних затрат для клиента извлечь остатки экстракта. Забегая наперед, скажу, что нам это не удалось. Один свечной колодец растресканный. Седло квадратное. Вот четко видна прямая линия на седле. С этой стороны та же песня. И на соседнем цилиндре то же самое. Визуально это можно увидеть по клапанам. Вставлю клапаны по своим местам. В том цилиндре, где есть компрессия, темно, как в яме. А вот в проблемном мы видим огромные щели. Пытаюсь надавить, но, понятное дело, у меня ничего не получается. То же самое происходит и в других проблемных местах, где при помощи экстрактора пытались извлечь свечные резьбы. Станочник Виталий, к слову сказать, уже восстановил резьбы свечи при помощи пружины. Когда более внимательно стали разглядывать седло, то увидели, что они даже треснули. Это же как нужно было работать экстрактором, я даже представить себе не могу. Ведь его нужно закручивать и закручивать определенного размера. А здесь кажется, что попросту заколачивали. А это выпускная сторона с огромными щелями. Теперь вы понимаете, о чем я говорил, когда сказал, что меня отвело от конфликтной ситуации. Представьте, если бы мы удалили остатки свечей и восстановили резьбы, клиент поставил бы головку на мотор и попытался бы завестись. А машина не едет. Претензии были бы во всю голову. И попробуй потом докажи, что это не ты натворил беды, извлекая остатки сломанных свечей. А клиент, конечно же, если захочет, отремонтирует головку. Но капиталить ее придется конкретно. Заварить растрескавшийся цилиндр, извлечь и заменить искалеченное седло, поправить посадочные места под седло, восстановить заваренный свечной канал. Работы выше крыши. И это с учетом того, что головка до такого ремонта была очень даже в хорошем состоянии. Можно даже сказать, в отличном. Если бы владелец пришел к нам раньше, он отдал бы 3000 за извлечение свечей и поехал бы дальше. А так, его ремонт, по приблизительным оценкам, влетает в круглую сумму, порядка 20000. Захочет ли он его делать, вопрос. Если сумма не испугает, то сделаем кино о этапах ремонта этой головки. Поэтому, ребята, кто не умеет и не знает, как что делать, и лучше не лезьте. И отдайте специалистам. Это уже не первое видео о том, как можно начудить в своем гараже и попасть на откровенно круглую сумму. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок. Субтитры сделал DimaTorzok